В течение двух недель практически вся страна была прикована к экранам телевизоров, где транслировался Алматинский чемпионат мира по боксу. Болельщики и фанаты этого вида спорта специально приехали в Алматы, чтобы воочию увидеть звезд казахстанского и мирового любительского бокса. Ведь не зря бокс считается спортом номер один в Казахстане. Для участия в чемпионате мира в Алматы съехалось около 500 боксеров из 119 стран мира. На этом первенстве планеты спортсмены соревновались по новым правилам без защитного шлема и по новой системе подсчета очков. Казахстанцы на протяжении всего чемпионата демонстрировали бокс высокого класса. Отметим, наши спортсмены на правах организаторов сразу же прошли во второй раунд соревнований. В одной восьмой финала среди казахстанцев поступился лишь Антон Пинчук, а в четвертьфинале Илья Сулейменов уступил своему сопернику. На этой стадии соревнования сразу восемь наших мастеров сумели пробиться в полфинал, а значит они досрочно обеспечили себе как минимум бронзовые медали. В этом году мы отмечаем юбилей, 80 лет. У нас есть традиции. Я всегда говорю, что если в Бразилии, скажем, очень популярен футбол, то Казахстан ассоциировался сейчас в мире как боксерская держава. По традиции полфинальные бои открывали боксеры самой легкой весовой категории. Самый опытный боец сборной Бржан Жакоб встречался с принципиальным соперником-купинцем Юсфани Биэтия Сота. Спортсмены уже встречались на прошлом чемпионате мира в Баку, когда викторию праздновал кубинец. На этот раз Жакоб сумел обыграть своего визави, в кредости болельщиков реванш удался. Следом выступил еще один представитель нашей команды Кайрат Ярали. К сожалению, он пропустил вперед своего оппонента из Азербайджана Давида Чалабиева. В полфинале также уступил другой казахстанец Бирик Абдрахманов. А вот Мире Акшалов, Жанбек Алимхан Улы, Даниэр Елиусинов, Адельбек Ниазымбетов и Иван Дычко с имели выйти в финал. Во дворце спорта в финальных поединках выступили шестеро казахстанских мастеров кожаной перчатки. Поболеть за наших на арену пришло несколько тысяч горожан и гостей нашего города. Поддержать казахстанцев пришел и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Финальные поединки открыли казахстанец Биржан Жакоб и алжирец Мохамед Хлисси. Самый опытный боец нашей команды задел преимуществом все три раунда и рефери заслуженно присудили ему победу. В итоге Жакоб сумел принести в копилку команды первую золотую медаль. Я долгое время готовился, трудился. Некоторое время получалось забавить бронзу. На азиатских первенствах серебро. Вот, как гражданная мечта сбилась. Кликованию болельщиков вторую награду высшего достоинства для нашей сборной завоевал Мирея Акшалов. Отметим, что на протяжении всего турнира казахстанец демонстрировал технику бокса высочайшего класса. Я очень рад, что занял первое место на чемпионате мира у себя дома. Принес в копилку нашу казахстанскую золотую медаль. Хочу поблагодарить нашего президента, который пришел нас поддержать в финальной поединке. Третью золотую и первое общекомандное место для сборной Казахстана добыл капитан Даниар Елиусинов. В решающем поединке в самой успешной для отечественных любителей бокса весовой категории до 69 килограммов Елиусинов был на голову сильнее своего соперника, кубинца Арисноидиста Диспейна. Я не выделяю этот вес в любом весе, я думаю, трудно было выиграть, но все-таки этот вес наш казахский, как говорится. Поэтому ответственность была большая. Открытием первенства планеты стал самый юный боксер казахстанской команды Жанебек Алимханулы. Сначала 20-летний представитель сборной отправил своего соперника, ирландца Джейсона Куигли, в нокдаун, а затем и вовсе измотал оппонента акцентированными ударами. Финальный конкурс возвестил о победе Алимханулы. К сожалению, призеры Лондонской Олимпиады Адильбек Ниазымбетов и Иван Дычко не сумели одержать победы над своими соперниками и довольствовались серебряными наградами первенства. Первый выступил кубинцу Хулия Перази, а Иван Дычко был нокаутирован азербайджанцем Магомед Расулом Меджидовым. Разочароваться нечем, потому что очень хорошее выступление, но это бокс, это любой манер может быть, поэтому расслабляться на конца не нужно. Расслабляться пока руку не подняли, но чуть-чуть расслабиться и вот. На этом турнире россиянин Михаил Алоян стал двукратным чемпионом мира. 25-летний спортсмен в восторге от организации первенства планеты. Мне понравилась организация, все нормально. В Алмату я приехал, вы знаете, как-то легко на душе было. Я когда приехал, я уже здесь был год назад на турнире. Мне здесь как-то, ну здесь люди простые, мне нравятся здесь люди в Алмате, вообще в Казахстане. Здесь все любят бокс, здесь меня на улице узнают. Завоевав 4 золотых, 2 серебряных и столько же бронзовых медалей, наши спортсмены добились яркой победы на мировом форуме и открыли новую страницу в истории казахстанского бокса. По итогам чемпионата мира наша команда впервые заняла первое общекомандное место. Второе место у сборной Кубы. В их активе 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая награды. Третье командное место на счету Азербайджана. Ваша страна проделала огромную работу. Организация чемпионата мира была на очень высоком уровне. Все было продумано до мельчайших деталей. Новшества, которые были введены, пришлись по вкусу и болельщикам, и специалистам. По итогам первенства планеты наставник нашей сборной Мирза Галяйчанов был признан тренером года, а капитан команды Даниэр Илюсинов стал лучшим боксером АИБа. Уже скоро любители этого вида спорта ожидают еще одна приятная новость. В марте следующего года близ Алматы состоится открытие Всемирной академии бокса. А следующий чемпионат мира по боксу в 2015 году примет Катар. Соответствующее соглашение между президентом Международной ассоциации бокса Чин Коу Ву и президентом Катарской федерации бокса было подписано в конференц-зале Алматинского дворца спорта имени Балуана Шулака.